Дорогие казахстанцы Я надеюсь, что в этом зале собралось столько жителей вашего города, среди которых в основном молодежь, юноши и девушки. Я надеюсь, что тема, которую мы поднимем сегодня, она будет интересной и полезной для всех вас и для нас, наверное, тоже. Прежде всего, хочу выразить признательность тем, кто принял участие в организации этого мероприятия, и издательскому дому Аль-Баракат, и комитету Халяль, и руководству местного гуманитарно-технического университета, которые способствовали тому, чтобы организация была на таком высоком уровне. Тема, которую мы поднимем сегодня, — выявление заблуждений среди мусульман. Изначально предлагалась тема выявления заблуждений в исламе, но сразу хочу сказать, что в исламе не может быть заблуждений, потому что ислам, как мировая религия, на протяжении 14 веков доказал то, что это религия знания, религия высокой культуры, религия высокой цивилизации, праведности, нравственности. Поэтому связывать заблуждения с чистым именем ислама неправильно. Но есть факт, что среди людей, которые считают себя мусульманами, действительно есть такие, которые уклоняются от правильного понимания Корана, не понимают той цели, с которой было неспослано наше Писание, и того, к чему призывал пророк Мухаммед, алейхиссалам. И поэтому мы видим, что мусульманские страны, мусульманские общества, они сталкиваются с многочисленными проблемами, разрешение которых требует от нас пересмотра тех ценностей, на которых зиждется наша религия, и объективного отношения к тому, что же действительно записано в Коране, в Писании Аллаха и в сунне нашего пророка Мухаммеда, алейхиссалам. Ислам – совершенная религия. Аллах, Субхану Ата'аля, в последнем аяте, который был неспослан пророку Мухаммеду, говорит, «Аль-йома акмальту ля кум динакум» «Сегодня я довел до совершенства вашу религию». Это значит, что ислам в тот день, когда был неспослан этот аят, был завершен. Ислам был доведен до той степени совершенства, выше которой ни одна религия не может подняться. Это значит, что все лишнее, что после этого будет принесено в ислам, является неправильным. И это значит, что после этого ничего нельзя извлекать и удалять из нашей религии, потому что совершенство – это то состояние, которое не приемлет ни добавлений, ни убавлений. И относиться к исламу нужно именно так. Ислам – действительно совершенная религия. Познать это, познать и доказать это трудно, потому что это требует от человека тщательных усилий, многолетних усилий, долгого исследования того, к чему же на самом деле призывает Куран. Как он может повлиять на самые разные стороны общественной и личной жизни, как он относится к процессу развития общества, развития социально-экономических отношений. Безусловно, то, что мы сегодня говорим, что ислам – совершенная религия, это нужно доказать, это нужно обосновывать, потому что общество развивается, мир развивается, но, к счастью, мусульманские ученые занимаются этим. И они в своих трудах обосновывают то, что действительно предписания ислама, они являются универсальными. Они построены на тех общечеловеческих ценностях, которые не теряют своей значимости никогда, которые сегодня так же актуальны, как и 14 веков назад, когда Аллах, Субхану Аталя, не спасал нам свое писание. Но, как мы уже сказали, не все мусульмане могут правильно понять Коран. И я помню слова одного из западноевропейских мусульман. Он принял ислам, обучился исламу у себя в стране, а позднее, когда ему представилась возможность побывать в мусульманских странах, встречаясь с одним из ученых, он поделился с ним своими впечатлениями о том, что он узнал об исламе, обучаясь этой религии из книг, и тому, что он увидел реально в некоторых мусульманских странах. И тот ученый сказал, «Хвала Аллаху, который познакомил тебя с исламом до того, как познакомил с мусульманами». Поистине, мы должны быть достойными мусульманами, и мы должны достойно представлять нашу религию. Это сделать очень непросто, и сегодня мы коснемся трех наболевших проблем, которые беспокоят и теребят сегодня мусульман, и более всего, мусульманскую интеллектуальную элиту, которая переживает, которая озабочена и обеспокоена тем состоянием, в котором находится мусульманская умма. И самое главное из проблем, которую мы сегодня рассмотрим, это недостаток знания. Это недостаточная образованность или просто невежество. К сожалению, мы должны признать, что мусульманские страны, они отстали от многих других цивилизаций именно в том, что они недостаточное внимание уделяют приобретению знаний. В то время как ислам – это религия знания. И Аллах в Своем Писании неоднократно подчеркивает важность приобретения знаний, как религиозных, так и светских. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Зумар в 9 аяте «Скажи им, разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают? Поистине прислушиваются к назиданиям только обладающие разумом». Ислам проводит четкую грань между учеными и простыми людьми. Ислам сравнивает ученых со звездами, которые указывают всем остальным правильный путь. Куран велит простым мусульманам обращаться за советом к ученым. И величие Ислама в те века, в средние века, когда современные исследователи говорят о золотой эпохе Ислама, о золотых веках, в то время и халифы, и простолюдины, они прислушивались к ученым. Ученые сидели рядом с правителями, ученые были их советниками, и никто не принимал важных решений, не обратившись к ученым. Пользовались авторитетом и уважением не только богословы, пользовались авторитетом и философы, и ученые в области естественных наук. Почему? Потому что Ислам пробудил в людях интерес к знаниям, к любым знаниям, которые приносят пользу людям. Однако сегодня мы переживаем то время, когда сами мусульмане приближают наступление конца света. Почему? Потому что признаки конца света это распространение невежества. Имам Аль-Бухари и муслим в своих сахихах передали хадис со слов Абдуллаха, со слов Амра Абнуль Аса о том, что пророк Мухаммед салаллаху алейхи ва салям сказал, Аллах не лишает людей знания разом, то есть не отнимает у них знания разом, но лишает людей знания, отнимая у них ученых. И остаются необразованные люди, которые выбирают для себя необразованных вождей, и те впадают в заблуждение сами и вводят в заблуждение других. В другом хадисе, который передан в тех же сборниках Аль-Бухари и Муслима и передан со слов Анаса и Бен-Малика сообщается, что пророк Мухаммед алейхи салалату ва салям сказал, перед судным днем исчезнет религиозное знание и распространится невежество. Мы сегодня, к сожалению, с вами находимся в том самом состоянии, когда людей, которые знают истину о Коране и Сунне, становится все меньше, а людей, которые говорят о Коране и Сунне, не имеют знаний, становится все больше. Цель нашего приезда сюда заключается именно в том, чтобы обратить внимание молодых мусульман, обратить внимание наших ученых на необходимость изучения ислама, на необходимость применения исламских ценностей на практике, на необходимость оказания поддержки тем исследователям, тем мусульманским исследователям, которые посвящают свою жизнь изучению ислама и других наук для того, чтобы мусульманские страны, мусульманские общества были сильными. Я очень не хочу, чтобы сказанное нами осталось только на словах. Мы должны прислушиваться к наставлениям и следовать им самым лучшим образом. Только эти люди являются людьми разума, только эти люди являются следующими путем пророка Мухаммеда поскольку услышать истину, услышать наставление и остаться к нему беспечным это не качество достойных людей. Дорогие братья и сестры, невежество это порог, который присущ человеческой природе. Душа каждого из нас она тяготеет к незнанию больше, чем тяготеет к знаниям. Потому что путь к знаниям он тернист. Путь к знаниям требует того, чтобы человек дни и ночи проводил над книгами в лабораториях, в библиотеках. Это трудно. Это очень трудно. Гораздо легче окружить себя несколькими малограмотными людьми и разъяснять им то, как ты понимаешь истину. Это неверный путь. Аллах в Коране говорит о человеке иннаху кана валю ман джахуля. Это аят из суры Аль-Ахзаб. означает поистине человек является очень несправедливым и очень невежественным. Это заложено в природу человека. Человек не любит приобретать знания. Ему трудно дается приобретение знаний. Оно требует от него бороться собственными соблазнами, собственными страстями, то, что в шариате называется Насом. Ему приходится бороться с самим собой. Тогда как его нас тяготеет к тому, чтобы не делать этого. И Аллах приводит этот аят, описывая нам историю Адама, прародителя всего человечества. Потому что Аллах предложил взять на себя ответственность небесам и земле, горам. И все они отказались. они отказались из страха перед Аллахом. Что значит Аллах предложил им взять на себя ответственность? Он предложил небесам вы будете выполнять мои приказы и если не подчинитесь тогда на вас падет мой гнев, если подчинитесь по собственной воле, тогда заслужите мою милость. Они сказали не хотим. И земля сказала не хочу, и горы сказали не хотим. А человек сказал я согласен. Человек взялся нести эту ношу ответственности. Это тяжелое бремя и Аллах характеризует в этот момент человека поистине человек очень несправедлив и очень невежественен. И таким остается человек по сей день. Каждый из нас несет ответственность перед Богом, перед нашими родными и близкими, перед нашими детьми, перед самим собой, и в то же время он очень несправедлив и очень невежественный. И для того, чтобы преодолеть это состояние, нужно учиться. И мусульмане много учились. Много учились, терпеливо проводили свое время за приобретением знаний и не говорили до тех пор, пока ученые не позволяли им это делать. посмотреть. Разве может сегодня физик, который не имеет кандидатской или докторской степени, выдвинуть какую-либо теорию и преподавать ее в университете? Разве позволят ему это другие? Они ведь ему не позволят. И то же самое врач, и то же самое биолог, то же самое электронщик. Все должно быть доказано, обосновано в данном видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...